Всем привет! Сегодня 11 августа. Сегодня с утра не выходила на балкон, не снимала видео, не желала вам хорошего дня, но поздороваться все равно решила. На улице, значит, я сегодня бегала за пряжей, конечно, для, как говорят там, для кого-то 7 верст, вылетела у меня эта поговорка, для дурака 7 верст, не крюк или что-то такое, я вообще не знаю, что-то помнила, теперь уже не помню. Ну и, в общем, я пришла туда, а там они уже навалили новой пряжи, и эта пряжа, за которой я ходила, она внизу была, и я уже такая, думаю, ой, ну все, осталось без пряжи. Поставила свою корзинку на пол, а там они получили новые товары и понаставили все это на поддонах, не развернуться ничего, но я все поперерыла и нашла последние 6 моточков. Опять хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся, я вообще, говорю, у меня надежды даже не было, но как же я была обрадована, вы просто не представляете. Конечно, вы знаете, каждый же судит по себе, и, может, многие, ой, скажут, там, придумывают, там, то-се, но я говорю, как на духу, я такая, какая я есть, и всегда, если что-то мне не нравится, я говорю, что мне не нравится, если я, допустим, благодарна, то я благодарна, единственное, что у меня не находится слов, чтобы это действительно высказать так, как я это чувствую, вот. Я пришла, сняла видео, сейчас оно у меня монтируется, а я решила выйти на балкон, и вы представляете, у меня сегодня второй день, как я вообще ни разу не включила кондиционер, и у меня прям, ну, что называется, хорошо, еще как раз ветер дует мне в окошко, вот. У нас такой тенечек, потому что сейчас уже время пятый час, мои дети в дороге едут, уже под Павловском, говорят, попали в пробку, вот, и остановятся, наверное, на ночевку там, потому что маленький капризничает, ну, что ребёночку шестой месяц только, вот. Ну, и, в общем-то, все равно тяжеловато ехать 1200 километров на машине. Они решили так, что они остановятся, переночуют, и потом они приедут уже завтра, скорее всего, отдохнут и поедут опять. Такая красивая машина, белая, прям вообще красивая, прям снежалка, очень красивая машина. Я вообще люблю белый цвет, не знаю, у меня и постельная белая, и в моей одежде присутствует очень много белого, и вообще люблю очень белый цвет. Ну что, поговорила немножко с вами, душу отвела, сейчас пойду посмотрю, что у меня там. Ветерочек такой, моя акация, видите, как шевелит листочки. Сейчас хотела снять с себя лицо, ну, надо селфи-палку, потому что на вытянутых руках сильно не поснимаешь, а приближено, такие у меня чёрные круги под глазами. Я в последнее время что-то как-то мало сплю, видимо, волнуюсь из-за приезда детей. И обычно у меня, когда какое-то волнение, у меня начинаются проблемы со сном. Ну, я уже рассказала, почему это у меня происходит. Вот, ну, даст Бог, они хорошо приедут, а то сплюся ещё. Вот, пойду-ка я посмотрю, что у меня там с монтажом. Вам хорошего остатка дня. Вот такая красота у меня тут лежит, разложена. Я специально не убираю, потому что ещё не насытилась радостью от такой цветовой гаммы. Вот этот цвет мне тоже нравится. Вот сейчас прям передаёт этот цвет как нельзя лучше. Красота, очень красивый цвет. И вот сейчас видно цвет той пряжи, что я говорила, что не определяется цвет. Вот сейчас он конкретно такой, какой он есть. Красивый. Никак не дойду до компьютера. Ещё немножко похвастаюсь. Остановилась ещё. Вижу вот такую шапочку. Мастер-класс по ней буду делать. Скоро вы его увидите. Вот такая вот будет красивая шапочка. У моего внучка. Ну и у того, кому вы свяжете. Красиво, правда? Я свет не включала, но сейчас на улице ещё светло. Видите, как хорошо всё видно. У меня сегодня приезжают дети. Я сходила, попила. Пузанина, наверное, это. Вот. 250 рублей килограмм. Вот обрезала верхушку, шкурку сняла. Отбила. Вот мелко порезала, отбила. Сейчас точно так же порежу и эту часть. И точно так же отобью. Я порезала. Сейчас всё это уложу на противень. Я уложила. Посолила, поперчила. 220 градусов у меня уже нагрелась духовочка. Сейчас я поставлю. Больше пока не буду ничего добавлять. Вы потом в процессе увидите всё. Итак, вот такая красота у меня получилась. То есть, сало выжарилось, мясо прожарилось. Видите, всё золотистое. Теперь я порезала вот так картошечку. И я по всему периметру укладываю картошечку. Держалась кусочек. Всё-таки решила попробовать. Такая вкуснятина. Вы не представляете вообще. И вот так я таким слоем уложила картошечку. Я не ложу. Ни майонез, ничего. Сейчас до румяной корочки зажарится эта картошечка у меня. Это минут 15. Кстати, 15 минут всего лишь у меня на 220 градусов постояло это мясо. Оно уже готово. Но это не до конца готово то блюдо, которое готовлю я. Теперь я опять картошечку возвращаю в духовку. Картошечку сейчас я уже не солю, потому что я солила мясо. Вы при желании можете подсолить, поперчить и даже можете смазать майонезом, сметаной, чем вы хотите. Пока у меня готовится картошечка, я почистила лук. Порезала его такими крупными квадратиками, подсолила немножко и добавила лимонной кислоты в гранулах. Ну, можно добавлять есть и жидкая лимонная кислота. Ну, я добавила совсем немножко, как бы чуть-чуть примариновать лучок. У него тогда получается очень-очень вкусный вкус. Вот я так делаю. Ну, посмотрите. И сейчас, как бы, лук даст немного сока. И когда я сверху его положу, он тем самым немножко смягчит и картошку, и мясо. Будет такая вкуснотень. Жалко, что я не могу передать вам запахи. Итак, мои хорошие, слышите, как у меня пищит все. Вот поджарилась уже картошечка, такая золотистая. И теперь я буду добавлять лучок. Вот так я разложила свой лучок. Здесь я еще добавила лавровый лист. Вы можете еще какие-то специи добавлять. Я больше добавлять ничего не буду. И сейчас, до этого у меня стояло на 220 градусов. Теперь я поставлю на 185, на 15 минут. То есть, в общей сложности, у меня 15 минут тушилось мясо или жарилось. Картошечка тоже самое. И теперь вот лучок. Но с лучком оно должно не жариться, а протомиться. Вот, сейчас я все это поставлю и покажу конечный результат. Здесь в кастрюльке у меня уже все готово на окрошечку. То есть, мои детки приедут. Я добавлю сметанку, танк и посолю. И я еще добавляю ряженку. И у меня крошечка уже все готова. Ну что ж, 15 минут еще я жду основное блюдо. И покажу вам, как оно будет выглядеть. Ну вот, дорогие друзья, мое блюдо. Картошка с мясом готова. Посмотрите, лучок растомился. Прям вообще. А запах, я просто не знаю. Если бы этот запах передавался, у вас был бы полный рост слюней, как у меня. Сейчас я верну назад это блюдо. Потому что дети мои еще через полчаса только приедут. А я пошла собираться и пошла их встречать. Приятного аппетита, мои хорошие. Стою в режиме ожидания. Мои дети уже вот-вот подъедут. Я стою на балконе. Уже неоднократно говорила. Пятый этаж, пятиэтажки у меня. И при даче не работает домофон. А вон они, мои детки, едут. Едут. Вон черная машина там дальше выворачивает. Это мои детки едут. Так вот, я стою и жду, чтобы они подъехали. Места-то нет. Я выходила на улицу полтора часа назад, им место старожила, а они заехали к друзьям. И получается, что перезвонили, типа, заходи в квартиру, мы заехали. Ну вот, а теперь пускай ищут это место. Пойду встречать. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 13 августа. Время полшестого утра. Громко не говорю. Потому что, возможно, люди еще спят. Но кто-то он уже не спит, ездит. Мои дети уехали к другим родителям. Приехали. Здесь у меня побыли часа два, я их покормила. И не уехали. Должны приехать сегодня. Мне не спится. Потому что я в режиме ожидания. Или вообще не знаю, почему не спится. Ну, в общем, не спится. Может, выспалась. Вот. День сегодня опять обещает быть жарким. А сейчас с утра, вот видите, полшестого утра. Вот так у нас каждое утро выбрасывает мусор. Это, я уже говорила, это рядом ресторан. И вот они каждое утро вот таким способом. И в пять часов, и полшестого, и шесть. И причем это, вот видите. Человек не понимает, что везде открыты окна. Я как бы за себя вообще не переживаю. Я переживаю за деток, которые спят. Говорят, что они спят и ничего не слышат. Но как наш внучок, он слышит абсолютно все. Вот. И такие резкие звуки его будут. Парочка пошла. Ну что? Сегодня мы поедем на базу отдыха. Дети хотят отдохнуть немножко. Не знаю, получится у меня там что-то снять или нет. Но если получится, я обязательно сниму. Сейчас я пойду проверю свою почту. Посмотрю, что там у меня в компьютере. Попью кофеечек. И немножко повяжу, что успею. Вам хорошего дня. Как вы думаете, где мы находимся? Мы находимся на базе отдыха. Как название? Тихая гавань. Тихая гавань называется. Это база отдыха на Дону. Конечно, темно сейчас. Я даже не знаю, сколько времени. У нас вот такой вот стол. Там вот вдалеке жарятся шашлыки. И даже не могу показать, как видно или не видно. Там вот вдалеке наши мужчины делают. Завтра я сниму днём эту базу. Ну, а сегодня вот что смогла. Смотрите, какое чудо чудное. Представляете, какой огромный паук. Огромнейший. Прикиньте. Саш, ты окрошку будешь? О, баска. Вот такой шашлычок у нас. Тут уже угли. Комары искусали конкретно. Бедные шашлычники наши. Будем кушать шашлык. Ну, а там ничего не видно. Даже показать не могу. Вроде и фонари светят. Такие красивые. А ничего не видно. Наш домик. Прям сразу. Возле реки. Там вот пляж. И там вот плывёт сейчас боржа. Механик Антона он называется. Вода холодная. Здесь течение. И я вот была на море. Там вода, как парное молоко по сравнению с этим течением. С этой водой. Но всё равно купаются. Те, кто привык. А я неженка. Представляете, какая длинная боржа. Груз, сухогруз. Или как они там их называют-то. Не знаю, что-то перевозят. Может, какой-то танкер. Я сегодня утром рано встала. Ещё все спали. И как бы вышла, тоже смотрела. Думаю, это ж какой глубины тут у нас река. Что вот такие большие суда ходят. Да, кстати. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 15 августа. Здесь у нас такая беседочка. Крытая. Вот если дождик, можно прикрыться. Или ветер закрыть. Закрыть вот эти вот, как плащ-палатка по качеству. Но это шторы. Здесь вот специально для того, чтобы сушить вещи. Такая вешалка. Она складывается туда-сюда. Сам домик вот такой кирпичный. Отличнейший. Здесь крыльцо такое. Видите, кованые ограждения. Дверь такая добротная. У нас 14 номер. Пластиковые окна. Здесь москитные сетки. Вечером прохладно. Прям отлично. Такая площадка. Вчера я вам показывала. У нас мангал здесь рядом. Но сейчас здесь жарко. И зять пошел. Вот там мангал в тенечке. На обед колбаски жарит. Там тоже вот какой-то залив. Ну, видимо, ответвление воды. И тоже вода. Но я туда не ходила. Не знаю. Теплая она или вообще можно там купаться или нет. Я, когда жара спадет, пойду схожу. Покажу вам. Пройдусь по базе. База вообще отличнейшая. Посмотрите. Такие домики. Везде вот беседки. Там детская площадка. Вот. Такая вот дорожка. Вот такие вот домики. Домики на две семьи, так скажем. А вот. Потом покажу, как внутри. Такой мостик там проходить можно. Вода. Там вот тоже детская площадка. И да, вот река. Идешь туда. Там даже переодеваться есть место. Все продумано. Около каждого домика. Мусорные такие ящики. И приспособления, так скажем. Такие красивые домики. И внутри все очень красиво. Не знаю, сколько стоит, потому что дети оплачивали. Я даже не знаю, не спрашивала. И навряд ли буду спрашивать. Вот. Вот. Когда входим. А здесь такая веранда, да? И здесь стол. И вообще шесть столей. Два стола стоят на кухне. Здесь пока четыре. Нам хватает. Такие. Жалюзи. Там вот такая. Люстрочка. Потолок. Оббит. Здесь вот такая дверь. Полы. Плиточка. Здесь наша. Еда. Разложена. Арбуз. Сегодня я купила. Я привезла им. Там мое вязание. Я сидела из зала. Я тихо разговариваю. Внук спит. Сейчас. Я зашла. На кухню. Здесь на кухне. Холодильник. Окно. Вот такая кухня. Вытяжка. Микроволновка. Здесь электричайник. Сковорода. Кастрюли. Ложки. Вилки. Кружки. Чашки. Видите. Все здесь. Чашки. Кружки. Вилки. Скрипит. Правда. Все. И мусорное ведро. И моющее. В общем. Заходи. Живи. Не хочу. Сейчас. Вот. Мы готовим. На обед. Картошку с тушенкой. Вот. Газовая плита. Газ есть. Он горит. Здесь полноценно. Заходи же. Кстати. Здесь вот такая декоративная штукатурка. Потолок тоже здесь подбит плитами. А вот в зале там. Когда я пройду в комнату. Я вам покажу. Там уже натяжной потолок. Вот. Проснется внук. Я пройду туда. Покажу вам. Здесь полы тоже плитка. Но уже другая. И дверь тоже в комнату. Вот. Такую. Покажу издалека. Кухня. У нас, конечно, немножко не убрано. Потому что я сейчас приготовлю и уберу все. Вот. Вот. Вход с кухни. Да. Я показывала кухню. Дальше вот проходим. Такой коридорчик. Здесь в коридорчике стоит шкаф. Вот такой вот. Вот такой шкаф. А там вверху кондиционер. И здесь открывается дверь. Здесь у нас ванная комната. Унитаз. Здесь в углу раковина. Зеркальце. Здесь бойлер стоит. Вот такая люстра. Все с самого низа до потолка. В кафеле. И здесь у нас душ. Здесь вот душ. Все тоже в кафеле до потолка. Вот. Дальше. А это основная комната. Здесь у нас тоже небольшой беспорядок. Потому что малыш спал, только проснулся. На полу здесь ковролин. Пуфик такой. Здесь. Опять я перенесла свое вязание. Такой туалетный столик. Дальше здесь диван. Вот такой он раздвигается с французским механизмом. Вперед вернее. Выдвигается там дальше телевизор на тумбочке. Вот. Такая штора. Окно очень большое. Вот. И тюлька внутри. И здесь прям темная. Вот если закрываешь, то темно. И здесь вот кровать. Там тумбочка. И вот такая картина. Кстати, я там смотрела. Здесь вот даже оставлен автограф. Винсент написано. Не знаю, кто это такой. Но кто-то, видимо. И вот такая шикарная люстра. Просто вообще такая гигантская люстра. Красивая. Часы. С этой стороны. Вот. Еще раз окно сниму. Вид с этой стороны. Вот вход. Арка. Ну, в общем, вот такой вот номер. Тоже здесь декоративная штукатурка. Кстати, я думала, что натяжной потолок. А здесь тоже панели. Все чистенько, аккуратненько. Здесь прохладно вообще. Потому что кондиционер работает вообще супер. А на улице жара. Дышать нечем. Мои детки уснули. А я вышла к берегу. Хотела снять поближе, но пока не могу. Потому что очень жарко. Просто невозможно. А здесь такой небольшой ветерочек. Я села. Такая вот беседка. Лавочки. С двух сторон. Большой такой широкий стол. Пришла, взяла свою везу. И я думаю, чтобы там им не мешать, не шебуршать, выйду на берег. Видите, везде песочек. Такая широкая река. С той стороны леса. В общем, красота. Кстати, вот с той стороны это остров. Когда-то, еще в молодости, мы переплывали на лодке туда. И там отдыхали с палатками. Такой, как бы, диковатый, скажем, нетронутый пейзаж. Был, по крайней мере. Ведь столько уже лет прошло. Лет 30, а то и больше. Больше, конечно. Это, получается, дочери у меня 33. Это лет 35. Вот. Такая вот красота. Там везде тоже. Вот. Беседки. Там тоже сидят везде люди. Вот. Вход здесь платный. Не запускают просто так. Если вдруг нечаянно ты прошел, за тобой на велосипеде едут. И узнает, что мы хотели. Я сегодня утром приехала, ночевала дома. Приехала. И прошла. Они не увидели, когда я прошла. И иду по территорию. Слышу за мной велосипедист. Здесь так бегом прям летит. Что вы хотели? Я говорю, да я здесь отдыхаю. В 14 домике. Вот. Люди отдыхают. Видите, как на катере. Здесь, кстати, ей предлагают и катание на катере, и катание на банане, и на катамаранах. Все то же самое, что на море. Только у нас река, а не море. Волны такие. Речной воздух. Вот вам банан. Это у него гидромотоцикл какой-то. И сзади вот какое-то еще приспособление. Там, похоже, три места. Если я не ошибаюсь. А там вот сейчас будет тоже гидроцикл. Прям движение такое. Красота среди бегущих. Очень красиво. Да, я даже на таком бы прокатилась, если бы мне кто прокатил. Сейчас он развернется, будет ехать обратно. Такое впечатление, что назад механик Пантелеев плывет. Где он развернулся. Такие большие суда. Резко с ней хочет брать моя камера. Прям движение такое. Такой разбит ландшафт на территории. И кругом вот домики, кругом. Там вот кафе. Такая вот аллейка. Это когда идешь к Дону. И там вот аллейка. А вход вот там. И везде вот такие домики. Красивые. Красивые. Там вот беседочки. Можно в беседках посидеть. Вот. Такие красивые. И журавль. И там как бы зайчик. Вот так, как живые. И лица пляет их. И льется вода. Цветы такие. Хотела туда на выход выйти. Но там стригут траву. И сильно гудят. Вот такие воробушки стая пасутся. Траву скосили. И видимо там семена. И их целая стая. И они там кучкой главное пасутся. И маленькие такие красивые. Ай ты, Бузя мой. Такие манюськи. Там вот вода. Солнце уже садится. Сейчас прям хорошо. Комфортно. Жара немножко спала. А то прям вообще невозможно. Мы идем к Дону. Прогуляться. Такой вот пляж. Песочек кругом. Кто-то делал. Крепость размыли. И этот. Везде. Песок. Вот такая. Река. Она кажется, что не такая широкая. Но расходятся два суховруса. Интересно. Тут где-то выросло. Такая огромная территория. И везде вот беседки для отдыха. Все так продумано. Около каждой беседки мангал. И даже вот там свет включается. Розетка. Можно отдельно включить. Допустим, зарядить. Телефон. Музыку включить, если нужно. И вот там далеке. И там. И там. Везде на протяжении всей вот этой площадки. Везде беседки. Я так думаю, что на выходные тут пробиться. Будет невозможно. Лыльники. Не успела. Плохо видно. Ну так, как на море. И вот такие у нас чудеса. Самолеты летают. Вот так вот. Такой остров. Здесь. Вот если там вам видно. Прям целыми стайками плавают рыбки. Не знаю, видно или нет. Вот там вот. Прям столько много. Вообще. Ну, стоит мне немножко подойти поближе. И они почему-то уплывают. Ну, не почему-то. Потому что боятся. Так красиво. Но на улице стоит жара невыносимая. Прям дышать ничем. Вчера казалось жарко. Но мне кажется, что вчера было прохладнее, чем сегодня. Ну, в том смысле, что жарко, но не до такой степени. Сегодня вообще такая прям духота. Вот спрятались. И вот сюда поближе ко мне плывут. Может быть, поближе здесь будет видно, как они плавать будут. Это такая тут, как бы, заводь. Ой, прямо там хоровод делают. Прям их там много. Там чуть дальше, видимо, тоже база или дача, может быть, тоже купается. Видите, Бузя плявает. Прям там их вот много, вообще. Ох! Приснулось здесь рядом. Не знаю. Наверное, не видно. Прямо наверху плавает рыба. Ее столько много. Греется. Греет себе бока. Прям не бояться. Вот такая жара. Тут стайки везде. Рыбы не видно. Встреча двух братиков. Да какие ножки большие. Вообще я не могу. Вот это вот такие маленькие. Наш. Да не маленький мой. Масечка, мой сладкий. Как быстрее поднимать. Посмотри. Быстрее. Миша. Мишечка. Мама увидел. Мама увидел. Миша наш маленький. Миша. Максик. Машего Максика. Максик и Миша. А Максик не хочет капризуля. Мама Наташа с маленьким Миша. Миша что-то увидел. Залеп. Мишечка. Миша наш маленький мальчик. Миша. Папин сыночек. Папин сыночка. А где мама? Прям на Мишу похож сильно. Ой, Миша на Мишу. На Тиму, да. Максик. Где мама? На кого? На тебя? Юя. Юя. Он еще перерастет. Ну-ка. Дайте интервью бабушке. Скажите здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Мальтийский, мальтийский. Миша какие лязкие. Еще спать хотим уже. Ты мой злорел. А то. Ну и напоследок расскажу немножко о вязании. Дочь привезла мне вот такую коробочку. Для моих нужд вязальных. Видите? Я уже сюда положила вот такую мелочь, скажем так. Красивая. Даже не знаю из-под чего. Скорее всего, что печенье какое-то здесь было. Вот такая хорошая добротная коробочка. Вот. Красивая такая. Вот. А эти кнопочки потайные я купила для моего такого жакетика. Как бы мне очень много времени вязать не было. Но я все равно каждую свободную минутку старалась связать. Видите уже сколько я связала. У меня здесь получился вот такой узор. То есть я сделала подрезы. Потом я постепенно убавила для того, чтобы немножко заузить на талии. То есть там, где у нас заканчивается кокетка. Вот здесь вот на груди у меня шли прибавочки. А затем, я же говорю, что с обеих сторон я сделала вот такую убавку. Я думаю, что красиво получилось. Вот. И как бы на самом деле я же, как бы у меня теперь есть модель, на которой я примеряла этот свой жакет. Как удобно, когда вяжешь, есть на кого примерять. И очень неудобно, когда рядом с тобой нет того человека, на которого ты вяжешь вещь. Или для которого ты вяжешь вещь. Ну, я думаю, что у меня уже две трети связана эта кофточка. Ну, в общем, я тогда талии уже практически связала. И от талии там сколько останется, я пока не знаю. Все по мере примерок. Вот. И вот точно такое убавление я хочу сделать на рукаве. Дочь сказала, что ей нужна рука в три четверти. Буду вязать рука в три четверти. Не знаю, успею ли я связать до того времени, когда она уедет. Они еще неделю здесь будут. Но дело в том, что у меня, я же говорю, очень мало времени для того, чтобы вязать. Видите, и видео я не снимаю. Потому что я каждую свободную минутку уделяю внучку. Хочется его потискать. Он такой интересный. Только недавно привык ко мне. А то он меня боялся, стеснялся. Так вот. У меня здесь будет три пуговицы. Так, чтобы они можно было на три пуговицы застегивать. И при желании можно будет оставлять расстегнутую остальную часть. А при желании можно застегивать на кнопочки. Я вообще-то еще не знаю, как это будет выглядеть. Но дочь сказала, что навряд ли она будет в расстегнутом виде носить. Скорее всего, что будет в застегнутом виде. Вот. Еще она мне привезла вот такую пряжу красивую. Это Ализы Дивастрич. Ну, она мне когда спросила, я ей сказала, какую. И она вот такой вот цвет выбрала. Это с такого цвета я буду вязать ей юбку. Вот. Буду вязать по мастер-классу Надежды. Я вяжу Надежда. У нее канал так называется. Я уже рассказывала о ней и о ее канале. Ну, вот. Значит, я буду вязать по ее мастер-классу. Еще, значит, я показывала, что я купила пряжу. Спасибо большое всем тем, кто меня проспонсировал. Девочки, огромное-преогромное вам спасибо за то, что вы... Ой, я не знаю прям, как выразить все свои вот такие чувства. Что вы такие щедрые, скажем так, каждый в свою меру. И я вот уже связала образец, да. Мне нужна лицевая гладь, и мне нужна изнаночная гладь. И я образец связала для того, чтобы потом в дальнейшем, я же уже говорила, что я купила эту пряжу на шапочке, да, чтобы мастер-классы делать. Уже постирала, какой был, такой и остался. Ничего не изменилось. Я измерила до стирки этот образец, и после стирки, после того, как оно высохло все. Все как было, так и осталось. Вот. Вот, очень хороший, такой прям бархатистый вид у него, у этого... Или у этой пряжи. Вот. Ну, на этой ноте я буду заканчивать свой очередной влог. Я же желаю вам всего самого наилучшего, здоровья вам и вашим близких. И до новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.